Всем привет, меня зовут Даша Кей. Сегодня будет видео мотивационного характера, даже больше для меня самой, чтобы я потом могла его пересмотреть и немного вдохновиться. Мне кажется, что эта рубрика обрела уже какой-то новый смысл психологического сеанса самой с собой, что очень модно и актуально. Сегодня я покажу 5 базовых шагов, этапов по уходу за собой. Это не значит, что если вы этого не делаете, вы неухоженная и некрасивая. После этого я чувствую себя более уверенной и спокойной. Первый шаг и, наверное, самый главный, это помыть голову. Аллилуйя! Я думаю, что вы сейчас можете выключить это видео, но нет. С укладкой у меня все сложно, если я не сделаю укладку определенным образом. Во-первых, волосы у меня необъемные, и они сразу же прилизываются к скальпу и загрязняются тем самым быстрее. У меня есть своя техника по тому, как я это делаю, чтобы укладка держалась дня 3. Ну, укладка для меня это просто чистые волосы, которые прямые, прямые чистые волосы. Вот они у меня выглядят второй день после помывки головы, выглядит как-то так. Я промываю хорошо корни волос, прохожусь два раза. Из-за того, что я использую укладочные средства, я первый раз смываю укладочные средства, а потом я домываю излишки жира, которые остались на волосах. Смываю это все, и у меня бальзам-маска. Из-за того, что я мою голову два раза максимум в неделю, не так часто, в принципе, у меня сухая кожа головы, и дополнительное питание будет полезно, я использую маску как кондиционер. Я наношу, и с такой шишечкой хожу минут 10-15 по дому. Чтобы не терялся объем, я использую несколько средств. Это пенка. Хорошо втираю, дальше сушу волосы феном вниз головой, либо с брашингом прокручиваю кончики волос. Иногда поднимаю брашингом корни, но это очень редко, мне это все равно не помогает. Я использую суперсредство, с которым даже не нужен сухой шампунь. Если я использую гофре, то голова у меня гарантированно остается чистая на три дня. Я обожаю эту штуку, это какая-то гениальная вещь. Мне удобно, комфортно, голова чистая. Это своего рода очень простой лайфхак, но настолько действенный, и настолько он изменяет внешность. Голова остается гарантированно чистой, и не нужно заморачиваться ближайшие несколько дней об этом. Второй немаловажный факт, все-таки я не могу без макияжа. При макияже нужно исходить из своих генетических особенностей. Какой минимум макияжа подойдет именно вам, вы должны изучить свое лицо самостоятельно. Первый этап это обязательно увлажнение лица с помощью сыворотки, крема, базы под макияж. Дальше я наношу консилер желтоватый на синяки под глазами. У меня это генетическая предрасположенность, плюс моя анемия, которую я все лечу, не могу никак вылечить. Таким образом лицо выглядит немного посвежее. Дальше я, конечно же, всегда сделаю себе брови. Если у меня не останется времени, то я нарисую только брови. Я всегда нарисую брови. Повезло тем, у кого брови имеются. Наверное, вы вообще не заморачиваетесь и просто ходите на улицу максимум с консилером. Конечно, все это здорово, будет позитив, принятие себя, но бровей у меня нет. Я использую либо карандаш, либо помадку для бровей, чтобы стойка держалась весь день. И очень люблю использовать какие-то текстурирующие средства, чтобы добавить выразительности волоскам, и брови не выглядели как нарисованные. Дальше я использую мультиюзный продукт, это румяна. Я использую на щеки, губы и в целом все, чуть-чуть на носик. Можно, конечно, нанести на глаза, но лично в моем случае это не очень. Не всегда хорошо смотрится. Дальше я использую тушь, но снимаю с салфеткой излишки, чтобы не оставить комочки на ресницах, которые я совершенно ничем не прокрашивала, никаким карандашом и не утяжелить их. В 90% случаях я накрашу губы и брови. Люблю красить губы, мне нравится поднимать свой контур губ. Я не делала гиалурон, мне кажется, хорошо, потому что всегда можно выйти за контуром. Немного увлажняю губы блеском, также снимаю излишки. С быстрым макияжем, как ни странно, мне делают комплименты. Чаще всего я такой макияж делаю с утра, если я с кем-то договорилась рано утром встретиться. Это такие пунктики, которые касаются уже уединения самой с собой. Следующий этап включает немного ароматерапии. Я иду в ванну, включая горячий душ, чуть-чуть распариваю тело и достаю любимый скраб The Act кокосовый. Я думаю, вы 100% видели где-то в интернете. Это гениальная вещь, которая эмульгируется и превращается в крем для тела. Я наношу на сухую кожу, из-за того, что он с кокосовым маслом, он хорошо прилипает к телу. Потом добавляю немного воды и прохожусь еще раз по всему телу. Дальше перехожу на ноги, там кожа погрубее, плюс вросшие волосины. Все это прорабатываю чуть более тщательно. Не нужно сильно давить, просто мягкие поглаживания. Ну и кокосовая строжка не дает травмировать кожу. И самое приятное это ступни, часть тела, которая постоянно обделена уходом. После скраба, выходя из душа, нет никакого скользкого ощущения. Ощущение, как будто бы вы намазались уже лосьоном для тела. Этот этап я люблю больше всего, потому что всегда хочется сожрать что-нибудь сладенькое. Я сейчас на диете. Вместо того, чтобы съесть сладенькое, ты просто натираешься идеальным кокосовым скрабом, который превращается в крем. Следующий этап не только как способ избавиться от стресса, но в моем случае еще имеет лечебные функции. Я обожаю массаж. С детства у меня часто болит голова. И раньше я делала себе массаж, но не делала это часто и постоянно. Да, понадобится еще один человек. Это может быть профессиональный массажист, это может быть мама, парень, бабушка, отец. Мне на самом деле и бабушка в детстве делала массаж. И что интересно, я делаю массаж достаточно регулярно. Я делала с 2018 года, и у меня полностью прошли головные боли. Следующий этап можно назвать уже все. Да, Дашульке близится к 30. Она думает о том, что ее шея стареет. Я обращаю внимание на зону декольте, особенно у девушек, если там высыпания или начинающиеся заломы, кольца Венера так называемые. Я этим предпочитаю заниматься. Увлажняя зону декольте, сейчас я наношу маску при биоте, как профилактику от заломов. Иногда у меня бывает высыпание в области декольте, и тогда я использую глиняную маску. Она немного подсушивает и подтягивает кожу, но после этого я наношу хорошо увлажняющий крем. Когда я начала это делать, у меня полностью исчезли прыщики, которые возникали в области декольте. А я почти никогда не наносила ничего на шею, даже остатки крема кто-то берет и растирает. Я почему-то раньше так не делала, так что декольте может быть просто недоувлажнено. Из-за этого могут выскакивать и прыщики, и все остальное. Как-то так, это были все правила ухода за собой. Надеюсь, я немножко вас замотивировала. А с вами была Даша Кей, увидимся в следующих видео. Пока-пока!